здравствуйте дорогие друзья сегодня с вами снова роман кузнецов и я буду читать историю о любви точнее это будет две истории любви о слабостях и о том что за все это нужно платить александр цыпкин дом до свиданий о роли деталей судьбе ивана ивановича и петра петровича вот иногда кажется как похоже у людей судьбы характеры и мысли только вот как пел б.г. некоторые женятся а некоторые так вашему вниманию предлагаются рассказы близнецы практически о людях близнецах и так начнем царапина жил на свете иван иванович шнеерсон он был добротным еврейским мужем два никогда бесконечно бунтовали в его голове но победить их не представлялось возможным он бы никогда не бросил жену и никогда бы не смог оставаться окончательно верным отсюда переживания расстройство желудка и провалы в расписании более того господин шнеерсон входил в тот мужской возраст когда временных подруг ночей суровых уже бессовестно было бы удерживать только на голом энтузиазме ему было около пятидесяти подозрения в том что он не аланделон и тем более не рон джереми посещали его все чаще и ощущение несправедливости по отношению к своим любовницам иван иванович заливал подарками но вел в голове невидимый баланс всех этих пожертвований чтобы все более-менее поровну но у жены всегда был контрольный пятьдесят один процент его подарочного бюджета баланс этот видели только сам господин шнеерсон и его совесть остальные участники данного невидимого документа убили бы его автора знать что они в нем значатся проведя очередную сверку иван иванович повез госпожу шнеерсон в мела причем не как обычно на распродажу а прямо таки в сезон заходит наша семейная пара в модный бутик ольга сергеевна налегке а иван иванович на изрядном тяжеляке его давят бесконечные пакеты и страх окончательной суммы я сумку и все сумку выбрали быстро иван иванович протянул карту и паспорт для оформления текст фри русскоязычный продавец покопался в компьютере и отрубил господину шнеерсону голову ну как вам покупки которые вы сделали в сентябре все понравилось голова ивана ивановича покатилась из магазина но на ее месте к несчастью выросла новая и прямо на нее смотрели красные бесчувственные окуляры терминатора т-800 по имени ольга сергеевна а я и не знал что ты был в милане в сентябре иван иванович проглотил утюг пакеты стали в десять раз тяжелее мозг отчаянно пытался найти выход выход был найден в молчании прерванном вопросом т-800 продавцу вы ничего не путаете господин шнеерсон читал про йогов передачу мыслей и вообще смотрел матрицу как там граф калиостро ложки гнул он собрал все свои извилины в копье и метнул его в мозг продавцу она со свистом пролетела в пустой голове исполнительного товарища который сдал ивана ивановича со всеми органами нет нет у нас же система вот был 16 сентября купил две женские сумки утюг животе заботливого любовника начал медленно но верно нагреваться какая прелесть если я не ошибаюсь в сентябре ты летал с партнерами в осло изнутри господина шнеерсона запахло жареным как впрочем и снаружи хотел сделать тебе сюрприз и заехал пока были распродажи чтобы купить подарки на новый год тебе и сереже сын но и стыдно стало что экономлю не стала рассказывать смотреть на ивана ивановича было очень больно он из последних сил играл человека стыдящегося своей жадности в сентябре он и правда был в милане и правда и жадности одна из его пассий была выгулена по бутикам так как в балансе господина шнеерсона на ее имени значился зеро ванечка как трогательно что ты заранее настолько она созаботился иван иванович выдохнул ольга сергеевна вдохнула у меня один вопрос а зачем сереже на новый год женская сумка остывший утюг вновь раскалился я ее оли купил девушка сына ты же их и ненавидишь и где они сейчас эти щедрые подарки в офисе и кстати это конечно только один из подарков просто безделушка счет ивана ивановича был большой но очень чувствительный как и сердце оба в этот момент расчувствовались ванечка на новый год в этом году для тебя настанет сразу как мы вернемся практически в аэропорту чего ждать молодой человек а покажите пожалуйста какие именно сумки купил мой муж одной уже нет а вторая вот последняя кстати пустоголовый продавец продолжил сотрудничать с полицией и указал на какой-то зеленоватый кошмар а такую сумку ты кому купил мне или оли спросил терминатор внимательно изучая болотного цвета изделия сумка была не только бездарна но как говорят чуть менее чем самая дешевая в данном магазине именно сумки иван иванович купил тогда сам как бы сюрпризом пока его временное развлечение грабила габану уволи проживал парамямлил иван иванович хорошего ты мнения о ее вкусе интересно что ты мне купил спасибо пойдем из милана семейная пара должна была поехать во флоренцию и потом домой в петербург ивану ивановичу вживили чип и посадили на цепь сразу при выходе из бутика он вырвался только в туалет набрал помощницу и сказал срочно позвонить в бутик визитку он взял найти идиота продавца отложить чертову зеленую сумку прилететь в милан купить ее и еще одну на выбор помощница но подороже снять все бирки и чеки срочно вернуться и положить все это ему в шкаф в офисе ошалевшая помощница видела и слышала всякое но такое несоответствие мышиного писка своего шефа и и сути вопроса она понять не могла тем не менее утром следующего дня рванула в милан и исполнила все указания 28 ноября в новый год иван иванович вручил своей жене темно-синюю сумку внутри которой лежали серьги сапфирами большими незапланированными сапфирами также он передал сереже сумку для воли и конверт самому сыну ольга сергеевна еще раз внимательно посмотрела на безвкусный подарок оля и скептически покачала головой вечером т-800 примерил серьги дорого ну да взгрустнул иван иванович за все ванечка нужно платить особенно за доброе сердце пороки и слабости хотя не могу не оценить твою находчивость и оперативность знаешь я тобой просто восхищаюсь ведь можешь когда хочешь все очень быстро решить утюг начал оживать слюна застряла в горле так как иван иванович боялся ее слишком громко проглотить он не понимал одного кто же его предал думаешь кто тебя сдал не переживай но не бывает двух зеленых сумок с абсолютно одинаковыми царапинами прости не бывает сказал с доброй улыбкой умная женщина восхищению и раскаянию ивана ивановича не было предела а вот другая история казалось бы только имена изменены до детали некоторые но хотя давайте сначала ее расскажем это будет не трудно петр петрович решил секвестировать бюджет на секс не потому что деньги стали кончаться а за компанию и из-за появившегося внутреннего оправдания кризис если бы его не было его стоило бы придумать в тучные годы жадность это порог а в нынешние добродетель главное научиться верить в то что кризис есть вот лежала у тебя в микроволновке 100 миллионов долларов на черный день ударил по ним серпом геополитический интерес осталось 50 разумеется нужно снизить зарплату водителя отказаться жене в сумке и сыну в самокате именно такие шаги спасут ваше состояние здесь чупа-чупс не купил там чаевые зажал глядишь миллионов 20 и наскоблил конечно все это возможно если научиться техники мгновенной скорби это искусство моментальное преображение в отца 200 детей потерявшего работу два урока данной техники и вы можете перестать выплачивать дивиденды сокращать персонал отменять корпоративы и вообще тратить деньги на близких вам людей так вот петр петрович шмуэль месяц потренировался и решил наконец избавиться от очередной содержанки она ему обходилась в 300 тысяч рублей в месяц плюс транспортные расходы и талончики на питание господин шмуэль разделил все расходы на количество минут секса в месяц и получил сумму которая его очень раздосадовала он вдруг понял что зарабатывает в минуту меньше потрясающим открытием он поделился с друзьями те разумно предложили увеличить количество минут наш математик потратился на магические таблетки и чуть не сдох в момент исправления финансовой отчетности по своему сексуальному активу угрюмый петр петрович не знал что делать и тут этот кризис коммерсант овладел упомянутой высшей техникой мгновенной скорби и поехал соскакивать с крючка встречу назначил не в уютном скворечнике а в самом что ни на есть публичном месте он разумно считал что ни до ни после секса такой разговор вести не солидно речь жертвы кризиса была хорошо подготовлена он долго распространялся на тему беззащитности российского предпринимателя перед лицом кровавой американской военщины пытался открыть компьютер чтобы все доказать постепенно начал вести разговор к неспособности в таком напряжении дать свете все чего она заслуживает но был вовремя остановлен петь ты что хочешь чтобы мы расстались я не хочу я этого не хочу больше всего на свете но тяжело говорить но кризис по мне сильно ударил что я ну в общем у меня такие долги что я не очень сейчас себе могу позволить такую роскошь как личная жизнь петр петрович должен был своему водителю за кефир это все так все плохо совсем совсем денег нет совсем как же так ну петенька ну хочешь отдашь когда сможешь ну через месяц я кое-что накопила да тут одним месяцем не обойдешься а я знаешь слишком хорошо к тебе отношусь чтобы эксплуатировать ты меня не эксплуатируешь но просто если бы ты хоть раз сказал что у тебя ко мне что-то кроме постели я бы вообще никогда вопрос денег не поднимала я все таки не совсем еще сука где-то внутри петра петровича сработала сигнализация минное поле надеть каску срочно покинуть помещение но жадность как всегда победила зародившиеся в недрах второго подбородка мысль о возможной халяве начала свербить и требовала уважения но вообще-то у меня к тебе не просто секс ты что ну разве не видно по мне я к тебе очень привязался и вообще можно сказать что влюблен так что мне если честно очень тяжело будет расставаться очень петр петрович вновь применил технику мгновенной скорби свете на глаза заслезились правда я думала тебе вообще наплевать на меня петечка ну конечно если все искренне то давай вместе подумаем как выйти из ситуации может работу мне найдем я готова переехать в более дешевую квартиру ты вообще хочешь в сочи поедем летом петр петрович терзался с одной стороны он понимал что по итогу какие-то расходы останутся но сам факт отжатия партнера по цене приводил его своеобразному оргазму ты меня сейчас так растрогала я уж и не верил что такие девушки остались плохо я о людях думаю по себе сужу ну давай попробуем я за несколько дней пойму что там у меня получается и решим а в сочи не сильно дешевле кстати так что и я тут на истре гостиницу присмотрел поедем туда на недельку когда я своих отправлено дачу под под владимиром петр петрович чуть не прокололся своих он как всегда собирался отправить на дачу под биорицы но в данных обстоятельствах такое признание сломало бы всю стратегию переговоров я готова и наистру я с тобой почти везде готова петр петрович ощутил себя настоящим толераном вечером он решил закрепиться на позициях и написал в ватсапе светочкин я правда очень очень хочу чтобы мы были вместе спасибо тебе за чуткость я надеюсь скоро все образуется эти сложные времена мы пройдем вместе ответ пришел незамедлительно котик если бы я раньше знала что ты правда хочешь быть со мной мы давно бы так и поступили мне самой было очень неудобно и противно а я стеснялся тебе сказать думал посмеешься над старым лысым дедушкой ты не старый и очень милый жаль мы с тобой не встретились раньше а то бы сейчас вместе ездили на дачу во владимире петр петрович как раз был доволен что не встретил свету раньше и не сел в тюрьму за совращение малолетних на следующий день петр петрович пожал то что посеял петя у меня есть два вопроса кто такая света и зачем тебе сука дача во владимире зачем тебе вообще дача в россии ты ударился в патриотизм жена петра петровича задала вопрос голосом не оставляющим никаких других интерпретаций кроме тотального кошмара было ясно что речь идет не об абстрактной свете петр петрович набрал в рот тихий океан ладно черт с ней с дачи меня волнует эта курица света я обычно закрываю глаза на твои попытки молодиться но это уже перебор может объяснишь мне почему я сегодня получила эту петицию юлия викторовна прочла со своего телефона ваш муж любит меня они вас у нас все серьезно если вы женщина написано петенька через ч дайте нам быть счастливыми написано как ты понимаешь через щи отпустите его зачем вам муж который любит другую и правда петь зачем тихий океан испарился оставив во рту петра петровича пустыню сахару тем не менее он попытался соскочить я вообще не знаю о ком ты говоришь это какая-то ошибка юлия викторовна снизила голос до скрежета я тоже надеюсь что это какая-то ошибка ты даже себе не представляешь как я надеюсь потому что если ты любишь свету и у тебя есть дача во владимире то света и дача во владимире это все что у тебя останется после нашего развода процентов семьдесят богатств петра петровича было спрятано через жену но вот в чем дело у меня принскрины твоих сообщений из которых следует что ты козел старый любишь свету и у тебя есть дача во владимире показать не надо я соврал лястнул фальцетом рот экономного мужа петр петрович немедленно бы получил первый дан по искусству внезапной скорби но сейчас все было честно ответ был ледяным разумеется ты заврал я хочу знать кому именно ей у меня нет дача во владимире у меня нет к ней никаких чувств я хотел сэкономить и получить петр петрович думал что не решится произнести эту фразу но справился получить секс бесплатно за любовь сказал что разорен придумал про дачу мне очень стыдно очень перед кем перед всеми стыдно он почти выл наступила тишина петр петрович молчал потому что думать не мог юлия викторовна молчала потому что думала 5 карат петр петрович чуть не взорвался он не имел ничего общего с бриллиантами но знал что это очень много на эти деньги можно было бы содержать целый гарем в течение долгого времени он хотел было начать по привычке торговаться но понял что если когда-либо торг и был неуместен то это именно сейчас хорошо как паста из тюбика выдавили слова в каждое ухо и на палец юлия викторовна хорошо знала советское кино петя я очень 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 не люблю жадных мужчин будем выжигать а то мне за тебя стыдно перед светами она уже почти вышла из комнаты но вдруг остановилась просияла и добавила слушай петь а давай правда купим здесь дачу хорошая мысль тебе в голову пришла но не под владимиром а дорого на новой риге точно завтра займусь петр петрович начал стирать из телефонной книги все женские имена казалось бы одинаковые истории а финалы разные через пару лет после описанных событий петра петровича жена бросила а ивана ивановича нет почему неужели это непонятно вот такие истории о любви могут писать российские писатели это очень здорово друзья мои спасибо что слушаете пишите комментарии буду рад если вы напишите чтобы мне еще прочитать потому что иногда я как будто бы не знаю что сейчас в моде так скажем в любом случае до новых встреч пока я не знаю что в тот момент я не знаю что спринण я не знаю что я хочу поговорить о проблеме